Неразрешимый квартирный вопрос заставил несколько малоимущих волгоградских семей 19 ноября принять участие в митинге в защиту своих жилищных прав. Протестовали жители квартир маневренного фонда дома номер 4А, расположенного в поселке Веселая Балка Кировского района Волгограда. Корреспондент Кавказского узла посетил общежитие и узнал причины, побудившие людей принять участие в акции протеста. Куда бы мы ни обращались, нам везде только политика отказов. Мы вообще никаких прав не имеем, хотя исправно платим. Вот заселили нас 4 года по закону, 4 года назад, я лично, другие дольше живут, намного дольше, до сих пор регистрации не оформили. В общем, раньше от химзавода эти общежития были раньше, и здесь условно освобожденные, которые на заводе работали, вот здесь они, вот на общежитии это осталось. Нина Александровна Кузьменко всю свою трудовую жизнь проработала на железобетонном заводе. Скиталась с двумя детьми по съемным квартирам. 18 лет стояла в очереди на жилье. Надежды получить квартиру рухнули в одночасье, когда завод обанкротился. Из армии вернулся сын, получил квартиру в маневренном фонде, поселился там с мамой. Но в прошлом году он умер от лучевой болезни, полученной во время службы в армии. В том же году погиб и второй сын Нины Александровны. Она осталась одна. Теперь ее выселяют из квартиры. И как вот теперь вы куда, если вас отсюда... Некуда. Да, собственно, значит, вон бумажки написали. У нас на веселой балке открылось новый бомжатник новый. Два здания, вот туда. Ходила я, узнавала везде, вот куда обращаться, я везде ходила. То есть к вас некуда пойти вам? Некуда. Я сама дедомская. Все у нас притык, умещаемся. Друг на друге живем практически. Ничего не хотят давать, расширения никакого не дают нам. Юлия Макарецкая живет с родителями и мужем в маленьком помещении маневренного фонда. Третий год члены семьи не могут получить прописку. Две недели назад у Юлии родился второй ребенок. Месяц назад Макарецкие получили извещение о выселении их из квартиры. Сейчас вот выселяют уже, как бы это самое, в течение двух месяцев, месяц уже. Что выселять? А куда я с ребенком? А снимать я не могу с двумя детьми. Выселяют также инвалида третьей группы, пенсионерку Татьяну Орлову с 15-летним сыном. Орловы также попали в трудную жизненную ситуацию. Мне говорили, что никто не выкинет вас, пока не получите. Хорошо, окно поставили, дверь, щели были вот такие, чтобы так сильно не дуло. Полы утеплели, уютно. Вдруг смотрю, мне подсунули. Сухая, светлая комната. А вы посмотрите, а вот эта сторона, она ледяная, конечно. Вот, я не знала, что вот тут начинает гнить. Но ничего, привели в порядок, а теперь убирайтесь. В управлении по жилищной политике администрации Волгограда корреспонденту объяснили, что 31 октября прошлого года городская дума утвердила порядок формирования муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда и предоставления жилищных помещений маневренного фонда, которые не предполагают предоставление квартир фонда гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность человека. Дальнейшее проживание этих граждан в жилых помещениях муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда является неправомерным уже. Граждане эти должны освобождать жилые помещения. Для того, чтобы каким-то образом действительно не оставлять людей на улице, с учетом того, что поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, относится к видам социальной защиты населения, то гражданам были даны рекомендации, что они имеют право обратиться в Министерство социальной защиты населения Волгоградской области, для того, чтобы им могли предоставить для проживания учреждения социального назначения, такие, например, как социальная гостиница, которая, кстати, расположена тоже на Веселой Балке. Конечно, каждую ситуацию рассматривают, конечно же, комиссии работают, людей бросать никто не собирается, да, как бы все смотрят, но законодательство должно быть соблюдено. Сейчас, если эти люди продолжат жить в этих помещениях без каких-либо на то оснований, конечно же, руководители департаментов, руководители вышестоящих организаций по шилищной политике будут привлечены к ответственности, не просто ответственности, а уголовной ответственности за превышение своих должностных полномочий. Мы очень надеемся, что областной прокурор и Дума наша Волгоградская срочно соберут собрание и пересмотрят этот закон, доработают в пользу коренных жителей. Какой закон? Закон маневренного фонда об отмене трудной жизненной ситуации. Участники акции протеста, жители квартир маневренного фонда поселка Веселая Балка, в случае, если их требования не будут удовлетворены властями города, намерены поехать в Москву и провести акцию у здания Государственной Думы. Напоминаю, говорю, что...